Приветствую вас, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Так, я включу чат. Да, я вижу много вопросов про информацию, которая появилась в сети по SVS-токену. И я думаю, что преждевременно говорить по поводу этого что-либо, я думаю, что все комментарии может дать только Unitsky.com, то есть головная компания, потому что полностью этой деятельностью занимаются специалисты Unitsky. И мы, как Skyworld Community, к разработке этого предложения не имеем отношения, но необходимые вопросы, конечно же, опережающие мы задали. И я могу сказать, что в скорейшем времени все разъяснение поступит. И как быть с подобным продуктом в логике развития через фонд и фонды, потому что я думаю, что никто не желает потерять структуру взаимосвязи, которую наработал годами, так скажем. Логика Skyworld Community заключается в том, что мы, в принципе, развиваем направление и выстраиваем именно такой вот сетевой эффект, который добиваются многие компании. Это не связано с сетевым маркетингом, это связано именно с масштабируемостью. И множество людей присоединяются и непосредственно в Skyworld Community, и идут непосредственно того или иного человека, и, конечно же, эти связи необходимо сохранить. Поэтому не торопитесь, дорогие друзья, всему свое время, и в ближайшее время разъяснения по поводу этого появятся на ресурсах головной компании. Я повторюсь, что ресурсы головной компании – это все-таки не RSW, это такой же фонд, как и Skyworld Community, это разъяснение от официальных лиц. И мы, как фонды, естественно, эту информацию размножим. Если, к примеру, это будет разъяснено не на сайте Unitsky, а предложено фондам, то мы эту информацию как можно быстрее передадим. Но то, что все сейчас видят в информационном пространстве, на мой взгляд, это подготовка к тому, о чем специалисты по крипто-направлению Unitsky говорили давно. И сейчас это уже такая вот осязаемая подготовительная работа, которую видно со стороны. То есть статьи, сайты и все прочее, что можно было увидеть в интернете. Напишите, пожалуйста, от 1 до 10, как вам понятно, непонятно это разъяснение, позиция. То есть не нужно здесь бежать, что-то там регистрироваться, что кто-то чего-то не успеет. Нет, такого не будет. И все будет сделано пошагово, как и должно быть. Меня зовут Сходоев Алексей. Я начинаю свой традиционный вебинар, который провожу раз в две недели. И я могу сказать, что с текущими новостями можно было проводить подобные вебинары даже раз в месяц, я полагаю. Но мы с Владимиром Масловым договорились на ближайшие полгода соблюдать именно такой график. Вы все прекрасно в курсе, что дисконт был продлен. 25 июня будет переход на новый подэтап 14.2. И я думаю, что этот шанс стоит использовать, потому что много очень было обращений. Мне лично писали, звонили, что вот не успевает верифицироваться. Огромный сейчас шквал партнеров новых, потому что на такой стадии глупо, я считаю, не обращать внимания, как минимум не зарегистрироваться на будущее. И многие очень сейчас проявляют интерес даже без учета лидогенерации. Хотя, конечно, лидогенерация в SkyWorld Community идет всегда и дает определенную долю притока инвестиций, как это и должно быть в любой абсолютной компании. Давайте традиционно пробежимся. То есть вот мне нравятся эти заряженные буквально минут 5 максимум. И сейчас я постараюсь минимум уложиться, потому что это наша история, это наше прошлое. Но на самом деле вот то, что произошло с конца 2020-го, во время пандемии, уже ближе к середине 2021-го года, об этом можно было мечтать только лет 5 назад. Сейчас это абсолютная реальность, множество интервью. Реальность в Шарже, приезд журналистов The National Первый. Огромный интерес вообще как бы от международной аудитории именно разных изданий сейчас. Никто не договаривается насчет каких-то промо-статей, как, возможно, мы увидим на первых стадиях, на первых шагах в криптонаправлении. Потому что криптонаправлении еще придется, так скажем, завоевывать свое место. Я думаю, что это произойдет рано или поздно, если все грамотно делать. Но если говорить про СМИ международные, то здесь уже действительно выстраивается очередь. И это не мудрено, потому что те результаты, которых сегодня добился стартап, в который мы с вами инвестируем и финансируем его развитие, не показывал в ближайшие, в прошедшие 5 лет, даже 10 лет никто, пожалуй. И вообще я сегодня поговорю о такой теме, что такое венчурный рынок, какие его риски. И приведу некоторые примеры, в чем сейчас происходит перегрев венчурного рынка и вообще рынка IPO, рынка SPAC и так далее и тому подобное. Ближе к середине вебинара об этом я пообщаюсь. Но я продолжаю эту рубрику, что произошло в СМИ. То есть писали многочисленные блогеры и блогеры с огромной базой подписчиков. Вот здесь Адам Дэниелл, 293 тысячи подписчиков. То есть это большое количество. Статьи были как в российских СМИ, так и в англоязычных агрегаторах. Вообще уже что касается рынка США. И все, все проявляют интерес. Франция проявляет интерес, весь мир проявляет интерес к развивающейся на сегодняшний день технологии и готовящейся к коммерциализации, которая минимальный рабочий прототип уже давно сделала. И проехались первые пассажиры уже в Шарже и в Арабских Эмиратах. Я думаю, что вы себе представляете, насколько сложная процедура подготовки для того, чтобы этот факт свершился. Но сейчас один за другим, я думаю, делегации будут ездить в Юкаре. И как мне нравится это название Юка. То есть вот как это звучит. Это звучит почти как iPhone. Настолько международно, настолько круто, настолько современно, настолько глобально маркетингово позиционируемо. Это действительно заставляет сердце и душу радоваться, что даже по маркетинговому позиционированию, минимальному такому факту, как название и подвижных составов, и вообще транспортно-инфраструктурных комплексов, оно вот таким образом трансформируется. На самом деле это говорит в том числе об уровне компании. Я могу сказать, что сейчас у нас такой этап. Давайте поговорим немножко о том, что мы делаем в SkyWorld Community. И я думаю, что многие из вас видели Google-формы, Google-формы для заполнения по аргументам, с которыми вы встречаетесь, по возражениям, точнее аргументам, которые вы говорите, когда вы продвигаете и делаете пиар направлению, в которое мы финансируем, и возражениям, которые вы встречаете. И в тезисах обязательно мы ставим ссылку. Сейчас я своему помощнику попрошу у него, чтобы он не сбросил именно ссылки. Я здесь их сброшу в чат для заполнения, кто вдруг не заполнил по возражениям, которые вы встречаете. То есть мы спрашивали по поводу того, что хотелось бы, чтобы SkyWorld Community, какие компетенции, каких тренеров нужно подбирать для того, чтобы еще лучше наши партнеры, наши лидеры совершали продажи. Не просто привлекали инвестиции, а привлекали крупные инвестиции, получали максимальный эффект за короткий промежуток времени. И при таких новостях нам необходимо повышать свои компетенции, потому что сама компания Unisky Stream Technologies абсолютно доказывает, что обязательства она выполняет. Здесь все сейчас зависит и ранее зависело от финансирования в технологию и в проект для того, чтобы не было никаких затормаживаний. Сейчас критических прямо затормаживаний нет. И на самом деле, если говорить про то, что произошло во время пандемии, это вообще какие-то рекордные и немыслимые показатели, потому что, повторюсь, не все компании продемонстрировали такой рост. Пока что не капитализации, пока что не прибыли, но я имею в виду развитие технологий. Так вот у нас запись прервалась. Мирополис, конечно, шалит. И вот, пожалуйста, формы. Эти формы на всех языках, то есть формы для заполнения по возражениям. Пожалуйста, отнеситесь максимально серьезно, то есть прямо сядьте, подумайте, передайте вашим партнерам, с какими возражениями вы сталкиваетесь, когда вы видите и продвигаете то направление, которое мы с вами развиваем. Потому что это очень важно. У нас сейчас есть те специалисты, та команда, которая может отработать фактически любое возражение с нашими знаниями, но в логике максимального эффекта продаж. И я могу сделать анонс, что буквально на следующей неделе состоится первый мастер-класс нашего наставника, нашей наставницы по созданию системы продаж. Эта замечательная женщина работала с такими компаниями, как Mercedes, Mars, Cerich, естественно, в транспортной индустрии, то есть с дочкой РЖД, она работала именно по продажам, именно по выстраиванию корпоративного сектора. И первый раз для категории статуса от инвестора, чтобы, так скажем, непонятные люди не пришли на этот мастер-класс, все смогут поприсутствовать, и тема будет очень интересная, то есть 10 ошибок, которые убивают продажи, и если их не допускать, то продажи, соответственно, могут вырасти. И мы старались сделать этот мастер-класс не в виде какой-то воды абстрактной, а именно в конкретике применения к нашему продукту. И этот мастер-класс продемонстрирует, насколько мощную систему мы готовим, и мы искренне надеемся на максимальную вовлеченность. Вот многого не просим на самом деле. То есть все Google-формы вот эти подготовлены для того, чтобы наполнять базой знаний нашу систему. Потому что, естественно, любой специалист, которого мы пригласим, любой наставник, будь то на иностранном рынке, будь то русскоговорящий наставник, они не знают продукт так, как знаем мы с вами, но они знают, как совершать сделки. И если понадобится привлечь наставников высокого уровня на международном формате, мы будем это делать. Но сейчас мы начинаем именно с создания глобальной системы продаж и адаптации. Я повторюсь, что это значит. Это значит то, что человек, присоединяясь к Skyworld Community в виде обычного партнера, в виде обычного даже потенциального партнера, он еще не подписал партнерское соглашение, он не инвестировал, он может войти в эту систему, он будет получать информацию, домашние задания, они будут проверяться. Ну, естественно, на первых стадиях это будет не такой жесткий контроль, потому что человек может передумать, человек может напрячься, почему его так сильно контролируют, хотя он только входит. Все будет абсолютно постепенно. Когда человек инвестировал, ему будет приложено два пути, то есть желаешь ли ты развивать структуру взаимосвязи или ты желаешь быть пассивным инвестором. Если он пассивный инвестор, он попадает в один путь развития. Если он желает стать лидером, то он, соответственно, уже идет на пути к статусу консультанта. И вот такая пошаговая система, она будет создана. Она будет постоянно адаптироваться, так же, как постоянно модифицируется технология компании Unitsky Stream Technologies, потому что нет предела совершенству продаж. И при обилии тех продуктов, которые SkyVault комьюнити готовит, вообще в принципе, и собственные продукты, нам нужно стать действительно супер мастерами продаж. И здесь я могу сказать, речь идет не только о продаже, потому что на высших статусах, такие как эксперт, да даже, в принципе, как мастер, нужно учиться образовывать команду, нужно учиться делегировать, нужно учиться уже высшим методикам управления, менеджмента и всех стратегических основ, которые касаются уже топ-менеджмента. Потому что те, кто является экспертом, топ-экспертами, я не говорю уж о скайп-экспертах, эти все люди уже полководцы, генералы, и с соответствующими компетенциями внутри нашего внутреннего корпоративного, растущего, развивающегося, формирующегося сейчас университета, человек должен постоянно самообучаться, а мы будем эту платформу наполнять в зависимости от изменяющейся реалии действительности. Но на сегодняшний день я могу сказать, что даже вот этот мастер-класс обязательно следите за вашими личными кабинетами, за вашими почтами, будет оповещение, будет анонс. Намеренно мы делаем. Я прошу, возможно, понять меня и простить нас, как руководство SkyWorld Community, но эта система и вот этот материал, он действительно уникальный, он делается с нуля, поэтому мы не хотим, чтобы просто какие-то тролли, либо непонятные люди, которые пока что не ориентируются в нашем проекте, пришли на этот мастер-класс. Возможно, в будущем мы его уже в открытом доступе дадим, уже при предзапуске системы, но пока что это закрытый мастер-класс, поэтому следите. В ближайшее время будет рассылка, и на следующей неделе, ориентировочно это произойдет в четверг, но точную дату вы узнаете из рассылки, будет первый мастер-класс по системе продаж. Поставьте плюс, кто ожидает этот мастер-класс. Если бы я только входил в проект, я могу сказать, что я очень сильно бы ждал подобных вещей, потому что это говорит вообще о том, как сократить свой путь продажи. И вот мастер-класс, ошибки, которые убивают ваши продажи, помогут вам кратно вырасти в ваших продажах, даже если вы профессионал. Мы учли ошибки, которые, возможно, допустили при таких вебинарах, как работа с репутацией, когда приводились примеры, все-таки, которые касаются далеко не нашего продукта, и здесь упор будет именно на продукт Skyworld Community. Если будут какие-то иные примеры, то пример продукта Skyworld Community обязательно тоже будет. Поэтому, дорогие друзья, я могу сказать, что вот такую растущую систему мы сейчас делаем. Как говорится, незаконченную работу. Никакие скрины, никакие ссылки на площадку мы не будем давать, только когда это будет закончено. Но мы искренне хотим, чтобы у нас максимально накопилась база знаний. И давайте продолжим. Вот такое вот как бы лирическое отступление по поводу развития Skyworld Community. Мы тоже не стоим на месте и нарабатываем наш потенциал, образовательный потенциал. И это не какие-то курсы обучения, которые, допустим, какая-то схема. Нет, это реальность, которая необходима нашим партнерам. И далее уже пошел действительно шквал. Шквал новостей после первых пассажиров. Это июнь 2021 года. Начало июня. Это рубеж, потому что первые пассажиры проехали. И здесь уже, я еще раз отмечу, статьи. Вот стоит понимать тоже в логике пиара, в логике того, как делаются статьи, как проявляет интерес СМИ. Обычно в начале, когда интерес не такой ажиотажный, делаются партнерские ссылки, спонсорские ссылки. Далее, когда ажиотажный интерес начинает увеличиваться, сами СМИ начинают писать. Причем начинают писать совершенно разные статьи, потому что они по-разному пообщались со специалистами Unisky Stream Technologies. По-разному составили черновики статей и разный материал абсолютно появляется. Это говорит о том, что в принципе сейчас мировой интерес без роста капитализации, но уже интерес к Unisky Stream Technologies. Ну как без роста капитализации? Мы знаем, что какие-то небольшие относительно заказы по сравнению с заказами на будущие коммерческие адресные проекты, они уже совершаются, и это мы увидим из следующего ежегодно проводимого аудита. И это в том числе подготовка к истории на выход на публичный рынок, который уже несколько лет проводится планомерно. Но тем не менее, интерес компании огромный. И то, что вот сейчас ожидается мною лично, самое ближайшее, это, конечно же, октябрь. Это, конечно же, начало Экспо-2020. И уже ключевые фигуры, ключевые лидеры будут с небольшого относительно информационного стенда приезжать с Дубая в Шаржу для заключения договоров, для обсуждения, для того, чтобы посмотреть на модель кластера линейного города. И давайте скрестим пальцы, сожмем наши кулачки, чтобы, возможно, даже контракты на первые кластеры линейных городов были заключены осенью. И это, на мой взгляд, абсолютно возможно, реальное, так как эта технология уже просчитана, смоделирована. И вопрос в инвестировании. Вот немного таких стартапов, у которых только вопрос в инвестировании. Потому что ситуация происходит совершенно обратным образом. Давайте немножко рассмотрим вообще вот бенчурный бизнес. И происходит сейчас такое надувание пузыря рынка услуг. И такие вот компании, как DoorDash, Uber, UberEats, Яндекс, Яндексе, да, GrabHub, MoviePass, Bird, Passmates, Это все модели экономики, которая демпинкует изначально. То есть модель этих компаний заключается в том, что они предлагают наиболее низкую стоимость. И тут многие показывают выручку компании, но не учитывают расходы, маркетинговые расходы и не показывают то, что на самом деле многие из этих компаний оказываются убыточными. И какой выход у этих компаний, когда они оказываются убыточными? Конечно же, выходить на публичный рынок. Конечно же, привлекать финансирование. Конечно же, выходить на рынок как IPO, так и поглощаться путем модели SPAC. И я могу сказать, что это надувание вот как раз пузыря. Пример тому компания MoviePass. То есть MoviePass, это компания, которая в принципе предоставляла достаточно интересный сервис с безлимитным посещением кинотеатров, по подписке просто минимальный, 10 долларов, и этот сервис обанкротился. Потому что это, так скажем, долг на будущее предоставляет эти компании для себя же, демпингуя цены. почему? Потому что на рынке этих услуг на сегодняшний день ничего нового создать невозможно. То есть, что можно сделать в рынке услуг доставки еды на сегодняшний день с существующей логистикой? Я вот сейчас такие вот, на мой взгляд, самые важные вещи этого вебинара скажу. это опустить стоимость и это сделать удобное, комфортное IT-приложение. Да, вложиться в инфраструктуру, написать интересные, достаточно IT-продукты, но не изменить рынок логистики. То есть, еда как доставлялась, так и доставляется. Да, появилась возможность, вот буквально вчера я дарил подарок на день рождения, у меня не было времени, как обычного занятого человека, съездить в магазин. Обычно делают либо ассистенты, и благо, что есть доставка. Я просто позвонил в магазин, но тут есть нюансы доверия клиенту. То есть, я перевел деньги на карту, мог оплатить банковским счетом, но я же товар вживую не увидел, и мне отправили по доставке, по Яндекс. доставке товар, буквально через 20 минут он был у меня. Это все хорошо, но могу ли я получить товар через 5 минут? На сегодняшний день нет, потому что нет совершенных современных методов логистики, транспортно-инфраструктурных комплексов, которые решат проблему пробок, решат проблему перемещения человека без каких-либо опозданий. На сегодняшний день просто это невозможно представить, поэтому рождаются такие вот компании венчурные под пузыри. И многие сейчас прогнозируют декаданс венчурного капитала. и естественно будет закончен балл, погаснут свечи, как вот сейчас на майнинговых фермах Китая, то есть видео гуляет в сети, немножко отвлеку ваше внимание, чтобы другую немножко сферу осветить. В Китае запретили майнинг полностью, и были такие символичные видео, когда просто гасится одна ферма за другой. Очень такое печальное, нерадостное событие, но тем не менее сейчас это все равно здоровым образом влияет на в целом индустрию, на криптоиндустрию, потому что сейчас мощности будут распределены, сейчас другие страны получат возможность перемещения вот этих мощностей из Китая, не будет централизации, и я это сравниваю с тем, что каждый закат означает рассвет чего-то нового. И вот рассвет подобных венчурных компаний, ну, взять вот компанию Bird, то есть Bird, это, казалось бы, простейший продукт, и фактически это электросамокаты, причем электросамокаты докатились уже даже до России, до провинции докатились, то есть в своем городе, в Челябинске, я частенько вижу, а никто не говорит о том, что на электросамокате человек может переехать, пешеходный переход, там маленький такой, какой-то фонарик моргает, и водитель просто может его не увидеть, потому что водитель перемещается на первом уровне на земле, если бы он над землей перемещался, нет вопросов, хоть тысячи самокатов пусть ездят и никто не будет конфликтовать с друг другом, а насколько пешеходы недовольны этим самокатом, вы можете поспрашивать у своих знакомых, потому что многих пешеходов эти самокаты просто сбивают, хотя казалось бы экологичный рынок, и они даже рассказывали, сколько деревьев они спасают в презентациях инвесторам. И просто взгляните на это сравнение, то есть компания Word себя позиционирует по выручке за первые 40 месяцев более крупной компании, как Google, но не говорится о том, что в принципе Google за первые вот эти 40 месяцев росли на 20, на 30, даже на 100% в месяц и оставались прибыльные компании. Google провели размещение IPO только в рамках того, что этот актив стал интересен и уже просили вывести на публичный рынок для того, чтобы приобретать этот актив. Google, естественно, в принципе не против, потому что понимали, что они делают новый-новый продукт, новые-новые модели Unisky Stream Technologies, если проводить аналогию, капитализация будет расти и расти и расти. Здесь выход у компаний таких, как Bird, таких, как DoorDash и другие подобные венчурные индустрии по модели очень интересные Investor Subtitle Service, то есть это такая вот услуга, предлагаемая для инвестора, но продуктом которой является, как я говорил, IT-приложение и демпинг цены. И в итоге они остаются убыточными, потому что в принципе ничего нового не производится. А теперь посмотрите на эту диаграмму и может ли действительно, производя новые модели подвижных составов, новые транспортные инфраструктурные комплексы, завоевывая территории новых коммерческих адресных проектов, компания расти даже в начале без выхода на публичный рынок кратно каждый месяц после запуска первого адресного проекта. Просто в чате напишите может или не может. На мой взгляд любая компания, которая производит новый продукт и имеет широкую дорожную карту на развитие на 5, на 10 и даже 15 лет вперед просто обречена на рост капитализации но уже после выхода на коммерческий рынок. И подобная модель на самом деле, на мой взгляд, ожидается венчурными инвесторами. На сегодняшний день венчурные инвесторы ищут модель, где компания будет поглощаться, сливаться, получать дополнительное финансирование не посредством SPAC модели, а посредством здорового роста, здоровой капитализации без надувания пузыря. И на самом деле на сегодняшний день подобные компании можно пересчитать по пальцам ну может быть двух рук. Да, есть IT компании, которые производят продукт, но здесь вопрос именно в такой большой капитализации. Не просто стать компанией единорогом, то есть капитализацией более миллиарда долларов, но понимать, как вырасти до десяти, понимать, как вырасти до ста. Вот таких компаний действительно сейчас в мире немного. И возможно компании электромобилей смогли бы стать такими и началась бы гонка. Я думаю, что она начнется, как сейчас гонка происходит с электронными устройствами, со смартфонами, то есть вот Huawei, Samsung, Apple, Google и все вот эти компании, они начинают конкурировать. Но только потому, что ранее был задан тренд портативных электронных устройств с сенсорным экраном. И как только будет задан тренд транспорта над землей, все туда ринутся. Но как говорится, та компания, которая первая делает шаги в этом направлении, которая первой проявляет огромный интерес, и мы увидим, какой интерес будет проявлен на самом деле в октябре 2021 года вообще за весь период выставки Экспо 2020, потому что я думаю, что Юницкай руководство не говорит об этом, но проводится огромная работа для того, чтобы вживую произошли многочисленные переговоры по самым различным темам. Я не исключаю, что тема по линейным городам, а вот это не просто многомиллиардная тема, это сотни миллиардов долларов. И представьте, насколько может быть ценная возможность, вот если подумать, в этой плоскости перехода даже на новый подэтап, на 14.2, и насколько будет бесценным предложением, когда будет переход уже внутри пятнадцатого этапа, будут завершающие этапы, подэтапы, я не знаю, но скорее всего, если будут даже подэтапы, они будут схлапываться, закрываться один за другим, потому что на сегодняшний день интерес к технологии проявляется все больше и больше, и мы, как Skywalk комьюнити, тоже сейчас, естественно, я не буду рассказывать про поездку в Вьетнам, то есть об этом Владимир Маслов вещает на своих вебинарах, но там тоже определенные результаты были достигнуты, и определенные концепции в развитии адресных проектов внутри Skywalk комьюнити тоже очерчиваются и получают свое развитие, в этой плоскости мы тоже будем двигаться, но самое главное, это тот Вьетнам коммерческих адресных проектов, который раскроется уже после запуска первой тяжелой трассы на 2,4 километра, второй тяжелой трассы в Халичтайм мы слышали, что в мае 2022 года будет построена вторая тяжелая трасса, но даже когда пойдет первый нагруженный контейнер по стандартам необходимым это на мой взгляд может произойти просто взрыв интереса и многие компании те, которые сейчас стоят в листе ожидания станут в очередь, в очередь которую выстроит руководство отдела адресных проектов Unisky Stream Technologies. Но повторюсь, это рисковый пока что проект, я всегда говорю как есть и произойдет может с учетом пандемии все что угодно, но даже вот такие летающие над мировой экономикой черные лебеди не остановили развитие проекта. Когда многие компании обанкротились, когда многие стартапы закрылись, когда многие стартапы не получили финансирования достаточного, когда многие стартапы, как я показал сегодня, наоборот разбивают пузырь. И просто почитайте, вот я не стал много говорить об этой тематике венчурного декаданса, но в этой статье замечательно все описано. Я просто считаю необходимо вам это донести, потому что не так много сейчас венчурных направлений, которые могут вытащить из дыры мировую экономику, прекратить вот это бесконечное печатание долларов и обеспечить мировую экономику так же, как ранее обеспечило сначала развитие металлолитейных заводов, до этого еще судоходство, потом строительство уже городов, небоскребов, далее это развитие IT, микропроцессорной электроники, создание в целом IT-индустрии, облачной индустрии и сейчас должно появиться что-то, что объединит в целом инфраструктуру в глобальную сеть и потенциально, возможно, как я люблю говорить, этой технологией основополагающей может стать технология Unitsky Stream Technologies. Поэтому инвестировать на дисконте 14.1 более выгодно, чем инвестировать на дисконте 14.2 подэтапы, я уж не говорю о следующих этапах и каждый оценивает по возможности свои реалии жизненные, но я считаю, что это не должно уйти из поля зрения любого человека, которому вы отправите видео. Я сейчас рекомендовал бы не давать максимум информации, а вообще та платформа, которую мы готовим, она будет давать минимум информации, но самую важную. И сейчас даже видео с Шаржи, которые вы будете отправлять, самые скептики в Инстаграме, которые мне писали, да это нереально, они ставят на видео, которые размещают в Инстаграме лайк и наблюдают из категории неприятелей, из категории тех, кто не принимает возможность развития технологии, они стали наблюдателем. И возможно, из категории наблюдателей в будущем они станут категорией партнеров. Далее инвесторов, ну а далее каждый сам выбирает быть пассивным инвестором либо активным инвестором. Активным инвестором тем, кто будет развивать и формировать сетевой эффект, повторюсь, не от слова сетевой маркетинг, а от слова именно net development, то есть сетевое развитие, то, к чему стремятся все корпорации, потому что людей на земле ограниченное количество, рынок людей, так скажем, потребителей технологии, он один, и каждый желает проявить максимальную масштабированность. А мы с вами сейчас, как Skyworld комьюнити, основа всего этого, так как мы и будущие потребители в том числе. Но самое важное, то, что мы сформировали за эти годы, это накопленный социальный капитал, который в будущем мы будем монетизировать на многие направления и, конечно же, максимально всеми силами помогать развивать Unitsky Stream Technologies и их будущее направление. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья, я надеюсь, этот вебинар был вам интересным. Кто думает, что на вебинаре вода, пишите вода, Алексей, вода, ну, то есть я хотел бы адекватную оценку видеть и слышать, и я считаю, что сейчас происходят очень серьезные события внутри компании, внутри компании также Skyworld комьюнити, не только Unitsky Stream Technologies, что максимально повлияет на скорость закрытия этапов и привлечения инвестиций. Мы делаем все для того, чтобы это получилось, потому что все мы с вами создаем будущее и финансируем его. Благодарю за внимание, дорогие друзья, теперь буквально парочку вопросов. Про крипто направление, про тот ажиотаж я в принципе как бы сказал, если есть еще вопросы, то пожалуйста. Эркин, ну честно говоря, сегодня нового ничего не услышал. Эркин, я и соглашусь, и не соглашусь, потому что вот то направление и раздел вебинара, который я сказал про венчурный раздуваемый пузырь, он может позволить закрыть сделку даже на 100 тысяч долларов, если правильно преподнести эту информацию, потому что венчурные предприниматели как раз понимают эти аналогии. Ну а если говорить про новости, то естественно за такой короткий промежуток времени не созданы новые модели подвижных составов, не построена новая трасса, потому что все-таки это глобальный большой транспортно-инфраструктурный комплекс. И как только появятся новые события, новые какие-то явления в мире SkyWorld Community UniSky Stream Technologies, мы обязательно их осветим. А высасывать из пальца зачем? Лучше вебинар пусть будет более коротким, но конкретным. Экофес будет оффлайн или онлайн? Эркин, я думаю, это будет комбинация и оффлайн и онлайн. Также сейчас согласуется модель организации, все соц. опросы были проанализированы, есть определенное понимание, сколько людей приедет на Экофест и в Республику Беларусь, и в Шаржу, например, и из этого были сделаны определенные выводы. Поэтому информация поступит, как только она будет утверждена руководством Юниска Стринд и Конжес. Еще вопросы, дорогие друзья, и будем завершать. А, вот, кстати, Эркин сегодня просто в ударе. Мои знакомые 6 лет наблюдают, ждут, когда куплю Лексус салона, тогда сказали подтянутся. Только акции уже по баксу будут. Да, я с этим абсолютно согласен, но нельзя людям обещать, что акции будут прямо по баксу. И нельзя говорить сейчас, что это акции, потому что это сейчас доли, приобретаемые через схему юридическую конвертируемого займа. То есть наша юридическая грамотность тоже имеет значение. Но то, что активы будут иметь стоимость, на мой взгляд, это вообще неизбежно при дофинансировании полным технологиям. Потому что то, как сейчас все развивается, это настолько хорошо и благоприятно, что в пандемию можно было только пожелать этого. А я могу посоветовать, Иркин, не отправляйте информацию, не отправляйте технические материалы, статьи, отправляйте видео, конкретику с шаржи, видео, репортажи, каналов шаржи, каналов Арабских Эмиратов, французских каналов. Может быть, при этом возникнет интерес у людей. Но в этой логике подобным знакомым я бы рекомендовал инвестировать ту сумму, которую мне жалко потерять. А далее человек уже будет разбираться и принимать осознанные взвешенные решения. Но те деньги, которые так или иначе мы будем тратить на какие-то развлечения и, может быть, меньше развлечений получим за неделю, за месяц, это является финансовой грамотностью. И те люди, которые так делают, в перспективе, они имеют более интересный инвестиционный портфель, чем люди, которые просто тратят деньги не на активы, а на пассивы. Всем счастливо, дорогие друзья. до скорых встреч на следующих вебинарах.